добрый день мои нубочки самый главный нуб этой игры начнет вам рассказывать билд точнее не билд а просто перечень скиллов на меча а каждый уже сам по тебя билд продумает как ему что какие очки куда вставить потому что я тут судить не могу билдов у нас вариантов тьмать мощи точнее всего парочка но 1 9 очков скилл вложить другой 10 очков уже разница есть так жаль что у меня нету зелий сброса я бы тогда каждый скилл прокачал на 10 ему вы с вами посмотрели что каждый скилл дает на максимальном уровне у меня есть персонаж лучник там хватает этих бутылочек зелий и там я наглядно покажу все ну здесь увы начнем с актива чек 1 активный скилл у мечника молниеносный выпад вперед многократно атакует врага откат 3 секунды откат очень маленький попавшую цель наносит каждую секунду каждую секунду 60 процентов дпх плюс 2000 физического урона общий эффект два раза надо то есть бьет за один удар два раза если мы вложим сюда 1 очко получится так же 6 а это вот мы в мы выучили понятно а если мы вложим еще а а вот этих следующего уровня 64 процента плюс 2 444 физ урона то есть всего лишь на 4 процента прибавляет с одного очка в общем дпх маленький дпх маленький будет у скилл ничего такого особенного я не вижу просто бьет кто-то им кстати пользуется некоторые мечники в пвп я редко такое видел но им пользуется в основном для пве я бы не стал качать я бы как вы не знаю второй скилл второй скилл самсара собинает собирает энергию тащит врагов на себя и убивает мечом наносит продолжительный урон так смотрим смотрим дпх грозового урона дополнительно каждую секунду 50 грозового урона если мы выучим его на втором уровне уже 160 грозового урона и 55 грозового урона продолжительность получается основной дпх повысился на 10 процентов и вспомогательный на 5 если мы мысленно прибавим 10 очков представим сколько он будет бить но опять же я думаю что он для пве особенно то что он притягивает противников притягивать желательно только слабеньких мобов потому что если вы притянете топа он вам на костреляет а вам наоборот как мечнику лучше держаться подальше всего этого дела я бы не качал увы следующий скилл великая вселенная создает вокруг врага сферу враги которые попали в эту сферу получают негативное воздействие снижение сопротивления хаос хаос продолжительность 6 секунд кат 7 внутри метки у врага каждую секунду снижается сопротивление льду огню электричеству яду на 300 единиц понятно это у меня на 10 вкачано то бишь грубо говоря этот скилл это однохуйственно что у варвара раскол у этого у некроманта 100 старение только старение раскол снижает вообще все а у мечника снижает только стихии и яд но честно я забыл попробовать как это все будет на деле потому что у варвара раскол вообще описание одно а делает другое у некроманта снижает одно значение в написанном скилле а на деле снижает совсем другое поэтому все надо опытным путем проверить но смысл такой что этот скилл мне очень нравится потому что он может сказать читерный в основном скиллы действуют на то чтобы ослабить противника а этот скилл он ослабляет не только игрок персонажа но как будто бы и игрока который играет этим персонажем потому что он спутывает кнопки и дезориентирует блять живого человека игровой персонаж и дезориентирует живого человека это по мне так это круто 300 единиц это там будет порезано после перерод это где-то 150 единиц с срез сопротов будет очень хороший скилл ну плюс вот эти вот знаки вопросиков будет у вас над башкой витать это просто класс так вроде так по нему по нему все сказали да а этот скилл раньше когда только мечник появился он при активации сразу активировался на соперника автоматически его не надо было нацеливать просто автоматически на противника потом разработчики подумали что да мы еблоны вообще конкретно вообще тупые как можно было такое сделать как свое время с илющиками когда у них метка эта ловушка действ перезаряжалась раньше чем заканчивалась действие 1 и можно было держать в вечном стане там они тоже исправили так и тут исправили с этим скиллом они его сделали так сказать чтобы не автоматически на соперника направлялся его надо целить можно промазать он просто его нацеливает перед собой где-то там двух шагах этот скилл но если приноровиться можно прекрасно им пользоваться хороший мне нравится следующий скилл активный разрывная волна извлекает два медленно движущихся отблеска меча цель которая встречается встречает отблес меча получает урон и будет сбита каждый раз атакует атакуя наносит 120 процентов физического урона улучшим его на 1 до посмотрим следующий уже 140 то есть на 20 процентов за раз этот скилл чем хорош то что он сбивает врага я будучи варом когда играл против мечника который пользую пользовался вот этим скиллом да и потом вот этим скиллом связки помню тупо не давал применить скилл потому что постоянно блять то знаки вопроса то у меня откидывала блять короче два бесящих скилла из-за которых гораздо труднее биться с мечник нежели если он их не качает ну тут дело ваше будете вы его прокачивать или не будете мне уже мне нравится он очень долго делается медленно не по мне следующий скилл ураганная резня за короткое время накапливает мощь затем быстрыми и многократными ударами атакует цели по площади по площади вокруг себя значит эффекты следующего уровня каждый раз наносит 68 процентов дпс физического урона наносит урон три раза неважно сколько он там раз он наносит но 68 процентов это очень мизерная прибавка который на арене не даст ни черта улучшим на 1 следующая прибавка даст уже 76 процентов то бишь на 8 процентов прибавляет для арены не пойдет потому что вы стоите на месте и вас как хлипкого дрищавого меча просто порешат так что они там как сообщение пришло так я не хотел бы его качать мне не нравится следующий скилл активный называется дракония молния одним ударом атакует цель и наносит урон по площади есть шанс оглушить шанс оглушения так в пределах границы наносит аргу 140 дпс физического урона неплохо так наносит за только на единичку и 20 процентов шанс головокружения с повышением уровня головокружения не увеличивается но дпс подрастает на 5 процентов что есть плохо мало прокачал на единичку видать по привычке потому что в колонка действует как варвар только быстрее для мобильности полезен где-то что-то отбежать где-то застанет вот при 20 процентах это честно фигня но там будет пассивках такая хрень когда можно увеличить шанс стана если вы прокачаете то будет полезный скидл чтобы застанет врага но качать или не качать вам его дело ваше следующий скилл у нас путь асуры увеличение эффекта стойкости у героя и бойцов и бойцов отряда продолжительно 120 секунд откат 10 секунд так 15 единицу героев союзников на 10 значит будет 150 эффект стойкости это я так понимаю есть стойкость шанс стойкости есть эффект стойкости эффект стойкости это сила стойкости может которая снижает по вам силу крит урон но опять же пока у вас стойкости мало хотите можете прокачать но в будущем эту силу стойкости может докачать до 1000 и без всего этого барахла то бишь вы можете пока качать его если вам так это очень нужно и постепенно когда у вас стойкость повышается без этого скилла вы можете постепенно очки оттуда убирать и ложите в другое место тоже смотрите сами блок смерти наносит урон льдом вокруг цели это вроде насколько я знаю единственный скилл который бьет льдом у него это же не бьет льдом а это потом прочитаю так у меня на 2 прокачан до вокруг снижает скорость перемещения и физический урон наносит врагу 210 дпл электроурона у ледяного урона снижение скорости перемещения 35 процентов снижение физического урона 6 процентов в общем у него если прокачать на 10 так следующий уровень 3 сколько 220 на 10 прибавляет каждый раз процентов дпл у него нормальный скорость перемещения поставить снижение скорости перемещения тоже увеличивается снижение физического урона по вам увеличивается в общем он такой весь хороший весь раз прекрасный но бьет льдом это надо прокачивать кф льда и действует примерно как вот этот вот скилл как он называется ураган резня то бишь он стоит на месте размахивается бьет по площади то есть это происходит все очень медленно и вам могут накостылять мечник выживает только если двигается но смотрите сами пробовать не пробовать я даже не знаю стоит ли далее переходим на пассивные скиллы ну с пассивками у меня как-то лучше все складывается потому что тут я это больше чуть соображаю плывущие облака белогривые лошадки улучшает ловкость на 10 я прокачал увеличить 200 все вниз ловкости это хороший хорошая пассивка ловкость дает прибавляет мечу его дпл поэтому его надо качать качать блять аж на 20 очков если можно было бы очень хорошая прибавка к дамагу а для меча дамаг это все таро скилл малая часть улучшает ближнюю точность 35 ближней точности значит ну-ка улучшим на 1 будет 70 то бишь дают еще 35 да умножаем все это на 10 получаем 350 ближней точности ближняя точность после перерода на естественно порежется и даст вам уже не 350 и когда у вас фиол есть какой-нибудь там а если вы еще и в новый фиол там за за тысячу точности можно вкачать и без этого всего дела у вас будет это полтора гуска точности то есть без него можно прекрасно обойтись либо если вы пойдете учить следующий скил вы так и так 3 очка от покиньте и вам будет небольшая прибавка к точности но ну по по мне так этот скилл как бы не так важен ближняя точность очки еще не утратить скилл 3 повышает шанс и силу блока о то есть я должен ложить три очка в точности чтобы перейти к этому скилу который повышает шанс его блока которые после природы толком ни хрена не работает у других классов такая же пассивка есть и я бы ее качать не стал потому что я уже все проверил ничего это толком не дает и не стоит потраченных очков 4 рентген повышает бронебойность бронебойность повысить вам на 100 единиц и тут вам решать хотите ли вы 100 бронебойности и потратить на это всю кучу кучу очков лишних либо пренебречь этой соточкой ничего страшного не умрете и вложить куда-нибудь еще тоже дело ваше смотрите сами переходим к авторе вкладки искусство меча эта вкладка она повышает она как бы дает дополнительную всякую плюшечки разные для ваших скиллов первый скилл погром обычная атака сопровождаются распыляющим эффектом обычная атака то бишь вы бьете с руки и вместо одного чувака вы бьете трех чуваков у меня в качестве на 10 бьет три врага и еще и по 140 процентов распыляющих физического урона вы скажете нахера ты его вкачал если на арене тяжело попасть рукой да но этот мечник у меня только для башен я хожу избранной башни бью мобов очень эффективно хотя и dpx у него маленькие меча но тем не менее он хорошо справляется это можно сказать один урон умножить на 3 за раз для pvp смотрите сами если вы там очень крутой игрок и вы можете руками всех вышибать то ради бог скилл номер два великая вселенная наносит урон всей области вокруг цели внутри метки враг каждую секунду получает сто шестьдесят процентов ледяного урон тоже у меня прокачан на 10 окей я прокачал не знаю зачем что-то там проверял сейчас он мне не нужен но вот этот скилл пассивный он дает плюшку для вот этого скилла то бишь получается у вас знаки вопросиков все вокруг мечтся орут скилл прекрасный и к тому же он еще все это время бьет по ним молнии но сто шестьдесят процентов это как бы так сказать мало ну немало но и немного то бишь если прокачать икф грозового урона да то на сколько до тысячи да представляем представим что мы качаем по максимуму до 1000 он будет уже бить 260 процентов ледяного урона что есть хорошо но смотрите сами это лишние 10 очков то бишь можно пренебречь вот этим да чтобы тот скилл просто создавал знаки вопросов эту вот house а все остальное дамаг вы нанесете уже мечом не живет этой хренью но опять же вам решать как вы хотите третий ски сильный дух разрывная волна есть шанс оглушить цель так теперь смотрим 10 процентов шанс головокружения одна секунда получена сопротивление оглушению что это значит я не понял вкачаем смотрим что что дает дальше 20 процентов окружения так так сильный дух разрывная волна есть шанс оглушить цель смотрим активку разрывную волну вот она разрывная волна наносит а все понятно то есть разрывная волна она просто наносила дамаг и откидывала противника если вы качаете вот эту шняшку до 10 очков сюда вложить то она будет еще и станет вас в ста процентах случаев но за исключением того что там кого-то анти стан прокачан то бишь смотрите вы дополнительный стан причем стопроцентно но 10 очков учитывая что у варвара и скилл станет достаточно ложить одну очку надо не надо то бишь смотрите сами вообще смотрите на арены топов кто как бьется какие скиллы применяет пробовать тактик море четвертый скил заимствование силы блок смерти на короткое время снижает весь урон и увеличивает стойкость снижение полученного урона 2 процента увеличение 10 не стойкости это короче плюшечка вот к этому скилу блока смерть мне кажется прибавка она такая никчемная что просто нахуй не нужно сам скилл медленный представляете вы делаете да в это время вам вам бьют враг но он бьет уже когда вот эти плюхи на вас сработали но дело в том что мечник он такой тонкотелый что вся вот эта прибавочка она ну она вообще никак не сработает для этого вам надо быть сам самим по себе жирным с кучей сопротов блять чтобы еще это прибавка вам дала а если вы с плюхи улетаете то вы вместе с этим делом тоже с плюхи улетите а вы улетите потому что вы примените этот скилл будете стоять на месте опять же смотрите сами третья вкладочка у нас до кровавое жертвоприношение первый скилл жизнь ниже 8 гнев называется жизнь ниже 80 процентов повлияет на критический удар и временное увлечение критического урона продолжить нас 20 секунд для арены 20 секунд это прекрасно вложил я на 10 только затем чтобы когда мне немножко дамага нанесут у меня увеличился урон шанс крита прибавится сила крита тут написано шанс крита и удар от санс критического удара и ледяного урона это опять ошибка локализации тут будет написано шанс сила крит удара сила крит удара это хорошо тем более вы если вам отнимут 20 процентов от вашего xp у вас еще есть шанс пожить и вы можете применить этот скилл так сказать на полную второй скилл морозный дух это уже когда жизнь ваша ниже 60 процентов вас должны отнять 40 то бишь у вас гораздо меньше шансов выжить начиная от 60 процентов жизни до нуля вызывает головокружение и повлияет на увеличение сопротивления замерзания то бишь у вас меньше будет морозить но дело в том что морозят не все и бывает что и не морозят а у вас еще есть там и редкие которые анти заморозка и вообще естественно я не понимаю зачем это надо при 60 процентов а если кто-то бежит и сделал по вам редкий например как варвар у вас стало 60 процентов сработал за скилл а буквально через секунду вы сдохли отлично применили вы свою способность так третий скилл загнанный зверь жизнь уже ниже 40 процентов а когда вы уже на издыхании блять бегаете и по вам мне кажется могут только пнуть разок и вы сдохнете не знаю как это все применять вызовет окружение мечника каждую минуту наносит урон противнику то бишь получается когда у вас меньше 40 процентов вы начинаете кусаться вы короче как этот как и блять ешь хочется но колется блеск меча наносит каждую секунду врагу 50 процентов hdp h ну если вы увеличите надо мать несколько очков будет больше наносить но это опять же 50 процентов там ну хрен с ним будет сто процентов блять это вообще бяка такая она ни хрена никого пробивать толком и не будет тем более что надо будто чего очков ложить но люди вкладывают очки по 3 минимум в каждый скил только чтобы добраться до вот этого четвертого скилла шанс называется массовая смерть шанс отсрочить смерть в течение этого времени герой непобедим откат 8 секунд 8 процентов вероятно задержки смерти непобедимые 2 секунды после смерти если вы качаете на 10 там я не знаю вероятность растет или нет я сейчас ложечки не могу увы по моему вероятность задержка вероятно задержки растет да и непобедимые две секунды превращается там вроде бы в 4 секунды раньше этот скилл он как бы отсорачивал смерть в ста процентах случаев всегда сейчас после так сказать обновление опять же разработчики затупили подумали что это слишком круто для меча и вероятность снизили не уже не составом вроде бы до 80 не хочу врать в общем есть шанс того что это отсрочка еще и не сработает отсрочка вам даст пожить 4 секунды если вы убьете в за это время врага обычно мечники после отсрочки начинают куда всю батарею своих скилов применяли как бешеные как эти предсмертная агония кстати агония привет читая мысль поздравил его это поздравился с огонь и мысли все у тебя в общем не знаю нужна ли вас срочка или не нужно но 4 секунды могут дать вам шанс на победу если сработает но если грамотный противник он после этого срабатывает отсрочка может применить какую-нибудь скилл который дает ему неуязвимость или убежать подальше и эти четыре секунды вам ни черта не дадут вы просто сдохнуть вы будете бежать 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 споткнетесь и все и будете валяться тихо мирно на полу решать вам скиллы королевские эх обожаю я королевские скиллы потому что на них не надо очки очков умений вкладывать это отличный скилл первый скилл разрыв на части непрерывно двигаясь вперед наносит урон противником или наносит одной цели многократный урон ключевое слово слова одной цели многократный урон объясню почему тем выше уровень способности тем больше шанс атаковать каждый раз на 5 наносит 240 дипаж грозового урона максимально число так 4 по 240 а если еще и грозы вкачать кф то будет охренеть это просто скилл обалденный но я заметил такую хрень многие мечники его применяют неграмотно он для масс атаки вообще никчемный вот честно это такая ех да там ты был аж большой каждому по 240 но на деле получается какая-то херня особенно видел на богине когда бьют этих взрывателей на восьмом волне они часто применяют скилл не знаю для чего вообще просто или нет в пкб где много-много мобов они начинают применять этот скилл и в итоге он вообще ни о чем вы можете попробовать на деле увидеть его лучше бить когда вы один на один бьетесь по одному чтобы одному противнику нанести все четыре раза тринцдюлей грозовым урон я бы применял для одного игрока я бы но не вы бы второй скилл который тоже урезали после обновления быстрая казнь такой какой хороший скилл последовательно атакует три раза и наносит урон между атаками есть немного времени для регулирования направления то есть вы можете еще и двигаться куда вам надо одна секунда непобедимое состояние он еще и дает иммунку на секундочку блять а у атакуемой цели происходит непрерывно еще и кровотечение откат 6 всего 6 секунд всего-то ослепляющая атака наносит каждый раз 220 дпх физического урона до обновы наносила аж по 300 потеря крови 120 процентов а было было блять я не помню чуть ли не по 200 не хочу врать плюс еще потеря крови 120 процентов физического урона в течение трех секунд блять я еще кэф и вкачать короче это такая классная штука но применять ее нужно тоже грамот бывает что применишь этот скилл а потом сдохнешь но скилл вообще он для масс атаки очень хороший и противников убить на арене просто вообще потрясно особенно после вот этой вот хрени до который дизайн тизе зариентирует врага или каком там отброса вот этого там стана не знаю ой какая классная штучка этот этот скилл и не думаешь качать или не качать очки вкладываться не надо который умение то есть качал на 5 не думая погнал редки редкий это единственный редкий у класса у мечника который не атакующий скилл не бьет там кого-то он просто улучшает показатели самого меча действует по времени мощь и называется он ночное дьявольское падение мощь дьявольского мечника перешла к персонажу это поможет ему повысить критический урон скорость сопротивление оглушению замерзанию вот это я говорю еще и силу брени бойности который пробивает силу блока причем пробивает так что блять мало не покажется действие 20 секунд это так чё пози от к 20 секунд а действует он действует он 7 секунд это у меня на троечке она десяточки он действует это там почти что вот эти 20 секунд действует тоже врать не буду я не помню повышение критического урона на 75 повышение единиц сопротивления оглушению замерзания на 150 повышение силы бронебойности на 90 повышение скорости перемещения ёбаный ворот короче там на десятом уровне вроде бы и скорость на 10 прибавляет бронебойность там аж блять на 250 не хочу брать или больше кто скажет если больше еще блять сдернуть на критический урон до замерзание оглушение короче на 10 он прибавляет столько что если вы активируете этот скилл ваш противник вот это да он сразу умирает он просто падает а игрок которым играет он падает идет на балкон спрыгивает с окна потому что это просто имба да и вообще мечник это его удалять не такая такая гадость все орут мечников порезать мечников удалить видать слишком его таким читерным сделали но я тоже так раньше думал но потом когда же жира немножко поднабрал я понял что с мечниками урочен драться можно с ними из дюжить совладать поэтому персонаж нормальный многие кстати говорят что скилл отсрочка это тоже как чит и если мы пошли на арену а давай ты вот этот вот скилл отсрочка убирает а там с того подеремся нет братушата сеструшата это его скилл и поэтому вы должны с этим считаться и стараться как-то его победить даже со срочкой увы и ах такой персонаж все не будьте говняшками всем пока